Центр стратегической коммуникации информационной безопасности Украины 18 октября опубликовал видео, на котором зафиксировано, как военнослужащие из Северной Кореи получают российскую экипировку. По информации центра, это Сергеевский полигон на Дальнем Востоке. Ранее в соцсетях очевидцы выложили видео тренировки солдат из КНДР, предположительно, на этом же полигоне. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, северокорейским военным выдают не только российскую униформу и оружие, но и поддельные документы жителей Якутии и Бурятии. Российская 11-я воздушно-десантная бригада уже формирует подразделение численностью 3000 человек. Укомплектованное гражданами КНДР, пишут украинские СМИ. Солдаты из Северной Кореи проходят подготовку на востоке Российской Федерации, сообщил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. В настоящее время около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России для участия в боевых действиях в Украине. Они будут готовы к 1 ноября. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курск. Кирилл Буданов – начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью изданию The Warzone. Развёртывание контингента КНДР в России может вывести войну против Украины на новый масштаб эскалации, считает глава внешнеполитического ведомства Франции. Поддержка Северной Кореи российских военных усилий была известна уже давно. В некотором смысле это также был бы экспорт России этого конфликта в Азию. Но если можно так сказать, это также будет подтверждением того, что Россия Владимира Путина испытывает такие трудности с прорывом украинской обороны и сопротивления, что им приходится обращаться за подкреплением к Северной Корее. США и их союзники выразили обеспокоенность ядерными и ракетными угрозами со стороны Северной Кореи, а также её растущей военной поддержкой России. Нас потрясли сообщения о том, что Северная Корея решила усилить свою поддержку жестокого вторжения России в Украину. Теперь мы внимательно отслеживаем поставки не только вооружения, но и людей. Я думаю, мы должны признать, что это будет серьёзным вызовом. Это создаёт некоторые возможности для нас расширить нашу работу. Но в то же время это зловещее новое развитие событий в отношении мировой политики. КНДР фактически вторгается в Европу, поскольку она планирует направить солдат на войну Российской Федерации против Украины, заявил глава украинского МИДа. Это огромная угроза дальнейшей эскалации. Мы приближаемся к новой фазе, новым реалиям войны, российской агрессии, потому что в данном случае, как уже заявил президент Зеленский, речь не идёт о наёмниках. Это очень важно понимать. Речь идёт о регулярных частях вооружённых сил Северной Кореи, которые собираются участвовать на стороне России в её вооружённой агрессии против Украины. В ответ союзники Киева, по мнению Андрея Сибиги, могут расширить военную поддержку Украины, снять ограничения на удары западным дальнобойным оружием по целям на территории страны-агрессора и начать перехват российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины, а также увеличить инвестиции в производство украинских вооружений. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала Фридом.